Оценили лифт и трубы. Сегодня специалисты фонда капитального ремонта и представители общественной палаты проверили качество проведенных работ в двух домах Кирова. Все ли устраивает жильцов? Вместе с экспертами узнала Ирина Сырцева. Лифт в доме на Ленинградской 11 спросом пользуется большим. Дом многоэтажный, подъезд всего один. Старой машине в этом году исполнилось бы 45 лет. Это почти вдвое больше, чем лифты служат. Вот и жильцы вспоминают тот подъемник с одраганием. Был старый лифт, двери захлапывались вообще быстро и очень было неудобно. Если с ребенком лежишь, так как бы мог бы их прихлопнуть. А сейчас не боитесь ездить? Нет. Все хорошо. По мнению проверяющих, все действительно хорошо, во всяком случае визуально. Перед запуском работоспособность машин проверяют профессионалы. В силу того, что мы не специалисты, мы, может быть, какие-то технические нюансы оценить не можем, но для этого, в общем-то, мы и не нужны. Дополнительно мы смотрим, как вообще люди дают обратную связь, насколько сделано было быстро, насколько это оборудование работает сейчас стабильно. Чаще всего нарекания по лифтам бывают связаны со сроками сдачи. Если дом достаточно большой, если много подъездов, и люди жалуются, что им приходится пешком подниматься. Здесь по дому не было заменчений, и все шло по плану. По плану, казалось бы, все шло из дома на профсоюзную 84. Здесь подрядчик должен был заменить всю общедомовую сантехнику и в подвале, и в квартирах. Но если с трубами горячей и холодной воды проблем не возникло, то канализационные системы заменить удалось не все. Дело в том, что у людей уже у кого-то выполнен хороший ремонт, стояки зашиты гипсокартоном, заложены плиткой. Понятно, что это общедомовое имущество, и к ним должен быть доступ. Но, тем не менее, ситуация складывается такая. Наверное, немногие знают, в случае, что с трубами не помененными, оплачивать ущерб, причиненный другим квартирам, придется владельцу того помещения, где осталась ветхая сантехника. Общественники сегодня настаивают. Подрядчику нужно было заставлять через суд собственников квартир пускать их менять старые системы. В моей системе координат этим должен заниматься фонд. То есть фонд не должен принимать у подрядчика, как-то оказывать помощь подрядчику. По крайней мере, мы с Павел Ильичем уже этот вопрос проговаривали, и будем, видимо, похоже проговаривать и дальше. Вот то, что Сергей Николаевич говорит, обязан бы заниматься. У нас, с другой стороны, есть временные рамки, за которые мы, скажем так, не должны заходить. И у того же подрядчика есть контракт, по которому указаны сроки. Здесь по срокам тоже все хорошо, и фонд примет проведенные работы. А в ближайших планах до июля работы должны быть приняты еще в шести сотнях домов области. Ирина Сырцева, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Давича.